1 сентября на востоке Германии в Тюринге и Саксонии пройдут выборы в земельные парламенты Лантаги. Опросы показывают, что в обеих землях значительный процент голосов могут получить популистские партии АДГ и союз Сары Вагенкнехт. Многие связывают их популярность на востоке с разочарованием текущей политической системы в Германии. Так ли это? «Об этом думает половина Германии. А разница между восточными и западными немцами? Конечно, различия есть. Восточные немцы недовольны, что они внесли самый большой вклад в единство Германии, что они так много потеряли в 90-м году после падения стены и в последующие годы свое экономическое благосостояние, а многие свои дома, потому что они потом переехали на запад республики или их дети уехали. Поэтому существует определенное недовольство тем, что западные немцы все еще слишком высокомерны. И многие восточные немцы, в том числе в журналистике, литературе и искусстве, резко критикуют тот факт, что на ведущих должностях в западно-германских компаниях, в политике и верхних эшелонах власти практически нет восточных немцев. Это чувствуется, и это видно по опросам. Многие восточные немцы говорят, что чувствуют себя гражданами второго сорта, что у них нет равных прав. Это первое. У нас есть и эмпирические данные. Экономика Восточной Германии все еще немного страдает от того, что там нет крупных компаний. В Восточной Германии нет компаний, входящих в индекс DAX. Нет крупных компаний, акции которых торгуются на бирже. Это во многом связано с ситуацией времен Холодной войны. Это имеет влияние и сегодня. В Восточной Германии наблюдается резкое сокращение численности населения. Это можно наблюдать и в других странах Восточной и Центральной Европы. Многие образованные люди уехали на Запад. И теперь их не хватает в Восточной Германии. А те, кто остался, мужчины, часто менее образованные, из-за этого пострадали. И, конечно, это означает, что страдает инфраструктура. Так мы столкнулись с проблемой, что работа некоторых больниц больше не поддерживается, потому что вокруг живет слишком мало людей. Общественные транспорт плохо ходят, в том числе и потому, что там живет слишком мало людей. Большой популярностью в Восточной Германии пользуются правопопулистская партия АДГ и левопопулистская союз Сары-Вагенгнехт. Можно сказать, они стали своеобразным рупором недовольства жителей бывшей ГДР. Но как так получилось? Сначала это была в основном АДГ, в течение 11 лет. Полгода назад к ним добавился союз Сары-Вагенгнехт. Это две партии, которые находятся в оппозиции. Поэтому они могут критиковать все и ни за что не отвечать. Они не несут никакой политической ответственности. Они также очень четко дистанцируют себя от партий, которые восточные немцы совсем не любят. Потому что и АДГ, и союз Сары-Вагенгнехт являются, скажем так, контрмоделью правительства светофора. И прежде всего зеленых. Зеленые особенно непопулярны в Восточной Германии и воспринимаются как борцы за все хорошее против всего плохого, навязывающие свою идеологию и запреты. А АДГ и союз Сары-Вагенгнехт абсолютно никак не пересекаются с ними. В то время как другие партии, ХДС, ХСС, СДПГ и СВДП всегда находятся в коалиции с зелеными. Так что и здесь проходит водораздел. Но зеленые – это партии, получающие голоса в основном в городах, особенно в крупных городах. Поэтому зеленые могут рассчитывать на неплохие результаты в Дрездене или Лейпциге, а возможно и в Эрфурте. Зеленые неплохо выступают в университетских городах и пригородах. Но это не так в сельской местности. Там они не играют никакой роли. А Восточная Германия – это преимущественно сельская местность, за исключением, конечно, Восточного Берлина. И в Тюринге, Саксонии и Бранденбурге существует мнение, что зеленые хотят диктовать фермерам и местным жителям, как они должны передвигаться, какими видами транспорта пользоваться. Так что именно здесь различия наиболее велики. Но я бы не сказала, что у зеленых совсем нет точек соприкосновения с Восточной Германией. В конце концов, часть партии возникла из движения за гражданские права в конце существования ГДР. Это Альянс 90. Но зеленым не хватает этой привязки в сельских регионах, где большинство граждан считают их совершенно несерьезными, занимающимися вопросами, которые не имеют отношения к людям на местах. Опросы показывают, что в Тюринге АДГ занимают первое место с результатом 30%, за ними следует ХДС с 22% и Союз Сары-Вагенкнехт с 17%. В Саксонии лидирует ХДС с 33%, АДГ отстаёт всего на 2%. На третьем месте Союз Сары-Вагенкнехт. За него готовы проголосовать 12% опрошенных. Вопрос, конечно, в том, проголосуют ли люди так, как показывают результаты опросов. Можно с уверенностью сказать, что АДГ будет самой сильной партией в Тюринге и, возможно, в Саксонии. Там они идут ноздря в ноздрю с ХДС. Так что АДГ добьётся очень хороших результатов. Интересно отметить, что Союз Сары-Вагенкнехт также, скорее всего, добьётся двухзначных результатов в диапазоне от 10 до 15%. С большой долей уверенности можно сказать, что ХДС добьётся хороших результатов в Саксонии и Тюринге, но не настолько хороших, чтобы им можно было расслабиться. До абсолютного большинства ХДС ещё очень далеко. Вопрос в том, как выступят зелёные и СДПГ. Есть опасения, что в обеих землях, Саксонии и Тюринге, они не смогут преодолеть 5-процентный барьер. У этих всё на грани. СВДП вообще не играет никакой роли ни в одной из трёх земель. Хотя пока эта партия всё ещё представлена в земельном парламенте Тюринге. Но и там они выбывают. Тюринге пока что единственная земля, где левая партия находится у власти. Боду Рамелов. Интересно то, что люди уважают его. Они ценят его как премьер-министра, но больше не уважают его партию. Так что Боду Рамелов, конечно, больше не будет премьер-министром. Его партия испытывает большие трудности по всей Германии. Это во многом связано с тем, что в левой партии раскол. И этот союз Сарвагентнехт, он же бывшая часть левой партии. Сарвагентнехт раньше состояла в левой партии, а теперь основала свою собственную партию. Поэтому совершенно точно, что Делинке не добьётся в Тюринге достаточных успехов, чтобы сохранить пост премьер-министра. Поэтому относительно вероятно, что премьер-министром Тюринге станет председателем ХДС Марио Фойкт. Потому что АДГ, важно отметить, скорее всего, будет самой сильной парламентской группой, или, по крайней мере, второй по силе в Тюринге и Саксонии. Но ни одна из других партий, даже союз Сарвагентнехт, не хочет создавать коалицию с АДГ. По этой причине у АДГ, вероятно, нет шансов возглавить правительство, потому что она не сможет найти партнёра по коалиции. Перед выборами Вагентнехт исключила возможность создания коалиции с АДГ, но заявила, что готова взаимодействовать с ними для принятия отдельных законов. Но может ли Вагентнехт в решающий момент нарушить своё обещание и пойти на сотрудничество с АДГ, чтобы оказаться во власти? Да, конечно, в Германии такие подозрения есть. Я исхожу из того, что она будет работать с АДГ на местном уровне. Будет ли она делать то же самое на уровне земель? Сара Вагентнехт утверждает, что никакой коалиции нет. Сотрудничество будет носить эпизодический характер. И в Союзе есть отдельные лидеры. Например, Катя Вольф, главный кандидат в Тюрингии, которая чётко обосновала свой выход из левой партии и вступление в Союз Сары Вагентнехт тем, что она хочет помешать АДГ оказаться у власти. Так что они сядут на довольно странный шпагат. Я могу себе представить, что в этом случае Союз Сары Вагентнехт может развалиться на части. Поэтому я предполагаю, что коалиции между АДГ и Союзом Сары Вагентнехт, скорее всего, не будет. Но никогда не знаешь наверняка. Лидер ХДС Фридрих Мерц также исключил возможность создания коалиции с АДГ. По его словам, сотрудничество с АДГ убьёт ХДС. Это довольно противоречивая тема. Совершенно ясно, что председатель федеральной партии ХДС Фридрих Мерц взял на себя чёткое обязательство и сказал, что никакой коалиции, никакого сотрудничества на земельном или федеральном уровне с АДГ не будет. На местном уровне, где речь идёт в основном об административных вопросах, время от времени могут делаться исключения. Но Фридрих Мерц явно взял на себя обязательства. Вопрос в том, будут ли этого придерживаться и земельные отделения ХДС. На данный момент кажется, что и нынешний министр президента ХДС в Саксонии Михаэль Кречмер, который хочет переизбраться, и ведущий кандидат в Тюрингии Марио Фойкт, ни один из них не хочет создавать коалицию с АДГ. Иначе обстоит дело с союзом Сары Вагенгнефт. Вот к этому они скорее готовы, что на самом деле уже немного шизофрения. Когда Сара Вагенгнефт ещё состояла в левой партии, они никогда не были бы согласны вступать с ней в коалицию. ХДС построили так называемый Брандмауэр и против левой партии. Что касается союза Сары Вагенгнефт, то здесь ХДС ведёт себя по-другому и говорит, да, мы можем представить сотрудничество на уровне земель, но не на федеральном уровне. На федеральном уровне, федеральной политике, Сара Вагенгнефт и её сторонники придерживают сомнения, что нужно скорое мирное соглашение между Украиной и Россией. Очевидно, на условиях Путина. И, конечно, в ХДС не готовы это принять. Но проблема в том, что госпожа Вагенгнефт чувствует себя невероятно сильной. Она очень уверена в себе и хочет, чтобы этот вопрос о мирном соглашении между Россией и Украиной был решён, а также вопрос о размещении американских ракет средней дальности в Германии. Она пытается сделать из этого условия для коалиционных переговоров на земельном уровне, хотя это определённо не вопрос земельной политики. Посмотрим, в каком положении она окажется и получится ли у неё на самом деле провести эту политику шантажа. С зелёными ХДС вступать в коалицию определённо не будут. Сейчас зелёные представлены в земельном парламенте Саксонии, а также в Тюрингии. Реалистичен сценарий, что ХДС в Тюрингии получит пост премьер-министра, и что на их стороне будет небольшая парламентская группа СДПГ и, возможно, союз Сары Вагенгнефт. Это же, вероятно, и в Саксонии. Но мы пока не знаем, смогут ли зелёные и СДПГ войти в парламент земли Саксония. И если они не пройдут, то в Саксонии будет трёхпартийный парламент. Тогда у ХДС не останется другого выбора, кроме как создать коалицию с Сары Вагенгнефт. В Саксонии существует мнение, что люди должны голосовать тактически. И если они хотят предотвратить приход к власти АДГ, то им следует голосовать не за ХДС, а за зелёных или СДПГ, чтобы в парламент вошли не только три партии. Посмотрим, как всё сложится. Но на данный момент предполагается, что у союза Сары Вагенгнефт есть все шансы войти в состав обоих правительств. Чуть ли не главной темой предвыборной кампании на востоке Германии стали вопросы международной политики, а именно война в Украине. Кандидаты активно высказываются на тему военной помощи ВСУ и начала мирных переговоров с Россией. Многим наблюдателям кажется, что довольно странно обсуждать это, а не локальные проблемы, как, например, вопросы бюджета, инфраструктуры и безопасности. Для меня это тоже звучит странно, потому что, конечно, внешняя политика государства здесь ни при чём. Но и АДГ, и Союз Сары Вагенгнефт используют эту вагитацию. Союз Сары Вагенгнефт повсюду расклеивает плакаты. В них речь всегда идёт о войне или мире. И она позиционирует себя как человек, который может возглавить немецкие дебаты и немецкую политику, чтобы склонить или принудить Украину к мирному соглашению и дипломатии. И, конечно, возникает вопрос, почему это так хорошо получается. Особенно это находит отклик к Восточной Германии, потому что восточные немцы не приучены к дружеским германо-американским отношениям. Они, как правило, всё ещё дружелюбно настроены по отношению к России. И поэтому Союз Сары Вагенгнефт позиционирует себя как партия, которая хочет, чтобы все боевые действия были немедленно прекращены, что это партия мира. Левая партия тоже делает подобные заявления. С одной стороны, как я уже говорила, это связано с отношениями с Россией, которые развивались со времён Советского Союза. Это связано с очень сильным антиамериканизмом, который, конечно, берёт начало в истории ГДР. Это связано с неприятием материализма в США или американцев как таковых. И да, не в последнюю очередь это также связано с тем фактом, что Союз Сары Вагенгнефт и АДГ утверждают, что нам самим нужны наши бюджетные средства. В АДГ говорят, что мы должны быть в состоянии защитить себя, мы не должны просто поддерживать Украину. А Союз Сары Вагенгнефт говорит, что вообще не нужно тратить деньги на вооружение, ни на Бундесвер, ни на Украину, а лучше иметь сильное социальное государство для собственного населения. Честно говоря, я не припоминаю, чтобы вопросы внешней политики когда-либо были так важны для земельных выборов. Но, конечно, за всю историю Федеративной Республики у нас никогда не было войны в непосредственной близости. У нас есть объединение Германии и связанные с этим расходы. У нас есть соцсети, в которых этот вопрос выходит на первый план. Насколько мне известно, в таком виде это еще никогда не происходило в ходе избирательной кампании на уровне земель. Но сейчас очень необычные времена. Может показаться, будто главная фигура этих выборов – лидер АДГ в Тюрингии Бьерн Хёке. Действительно ли он пользуется широкой поддержкой избирателей? И какие риски может представлять этот политик, если он вдруг станет премьер-министром Тюрингии? Бьерн Хёке – главный кандидат от АДГ. Он возглавляет отделение партии в Тюрингии уже довольно долго. Вообще-то он из Западной Германии, но много лет жил в Тюрингии. Он всегда был правым экстремистом. Это так. Он и сам не делает из этого большой тайны. Но на публике он выглядит по-другому. То есть перед СМИ или на дебатах он ведет себя не так, как на митингах. На митингах он использует очень резкие выражения и занимает экстремальную позицию. Но я не могу сказать, что его прямо любят в Тюрингии. В ходе одного опроса местных избирателей спрашивали, за кого бы они проголосовали на прямых выборах, если бы в Тюрингии состоялись выборы именно премьер-министра, а не партии. Так вот, Хёке показал бы относительно низкие результаты. Люди предпочли бы, чтобы действующий премьер-министр Боду Рамилов снова стал главой правительства. Но не его партия, не левая. Это немного противоречиво. В этом отношении Бьерн Хёке не пользуется особой популярностью у народа, в отличие от его партии. Голосует за нее. И она популярна в первую очередь как партия протеста против традиционных партий. У многих есть ощущение, что все эти партии слишком похожи друг на друга, и только АДГ отличается от них. И именно поэтому АДГ популярна. Потому что с ее помощью можно выплеснуть все свое недовольство по поводу миграции, климатической политики и политики зеленых. Но Хёке, как личность, не самый популярный. У него даже нет харизмы. Он производит впечатление довольно сдержанного человека и не проявляет лидерских качеств. Но тем не менее, если дела пойдут совсем плохо, то да, может получиться так, что Хёке станет главой федеральной земли. Это не слишком реалистично. Но АДГ однозначно будет пытаться. И, конечно, мы узнаем только результаты выборов после голосования. Но совсем не очевидно то, каким будет большинство. Как пройдут предварительные переговоры, а затем коалиционные переговоры. Кроме того, в Германии у нас у всех есть ужасные воспоминания о выборах главы Тюрингии в феврале 2020 года, когда АДГ совершала определенные маневры. Так что в этом отношении вечер после выборов сам по себе не может объяснить всего. Нам придется подождать, пока не будет сформировано правительство. Посмотрим.